В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Несанкционированная свалка мусора. Очередное обращение в рубрику «Городской дозор». Забойки не заплывать. В Сарове официально открыт купальный сезон. Сообщили об оперативной обстановке. В Саровской полиции прошел гарнизонный развод нарядов на службу по охране общественного порядка. Далее расскажем обо всем подробно. В России создан круглосуточный колл-центр по вопросам вывоза мусора. Технологическая платформа «Райорадар» будет собирать жалобы жителей на тему обращения с отходами. Любой желающий может обратиться на горячую линию или сайт по вопросам сбора или переработки отходов, а также сообщить о нарушении в своем городе. Контакты колл-центра пригодятся собственникам участков в садоводческом обществе «Завета Мичурина». Свалка мусора в первом проезде уже не первый месяц беспокоит садоводов. Остатки старого забора, полиэтиленовые мешки с бытовыми отходами, стекло, строительный мусор. Это не страшный сон защитника окружающей среды, а реальная свалка в первом проезде садового общества «Завета Мичурина». Собственники участков не раз обращались в редакцию канала «16» с вопросом, кто должен нести ответственность за нелегальное складирование отходов. Стояли контейнеры, потом их убрали почему-то, и вот эта свалка образовалась. А она растет или уменьшается, не замечали? Растет, растет, появляется больше. Территории, предназначенные для складирования мусора, отмечены в Государственном реестре объектов размещения отходов. Если же мусор свален в непригодной для этих целей зоне площадью 50 квадратных метров и более, он будет считаться несанкционированной свалкой. Длина этой свалки составляет больше нескольких десятков метров. А если вспомнить элементарную формулу вычисления площади и умножить это число на ширину, то получится достаточно внушительная цифра. Ситуация с несанкционированными свалками приобретает новый оборот в свете прошедшей по всей стране мусорной реформы. Напомним, что теперь полномочия по обращению с ТКО переданы на региональный уровень. Изменена и схема формирования платежей за вывоз и сортировку бытовых отходов. Платить за обращение с ТКО обязаны все, кто их производит, в том числе и садоводческие товарищества. В этом году ввели и мы стали платить за вывоз мусора. Тысяча полторы, наверное, больше в этом году получилось. К сожалению, председатель садового общества Завета Мичурина отказался комментировать нам ситуацию с несанкционированной свалкой. Однако спустя несколько дней мы снова прибыли на место событий и обнаружили, что территория незаконного складирования бытовых отходов немного уменьшилась. Мусор частично вывезли, а часть его просто-напросто сгребли. Свалка стала меньше площадью, но выросла в высоту. Представители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами пояснили, что за подобную несанкционированную свалку предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Уведомление о незаконном складировании отходов направлено в администрацию города и Министерство экологии и природных ресурсов региона. По закону, если собственник земельного участка в течение 30 дней не ликвидирует свалку, региональный оператор сделает это своими силами и по результатам проведенных работ обратится в суд с требованием о взыскании понесенных расходов. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в YouTube. К другим новостям. 17 июня в Сарове официально открыт купальный сезон. В местах массового отдыха проведено водолазное исследование дна и проверено состояние воды на предмет соответствия санитарно-гигиеническим нормам. Пляжи на протяжке Боровом оборудованы всем необходимым, включая спасательные и медицинские посты. Акт освидетельствования городских пляжей подписан. Официально разрешено купание только в двух местах отдыха. Это озеро Протяжное и пруд Боровое. В мае специалисты Центра гигиены и эпидемиологии провели исследование воды. По данным лабораторного контроля, пробы соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Было проведено обследование дна водолазное обследование, была проведена акарицидная диротизационная обработка, взяты образцы песка на анализ. Все данные оказались положительными. Кроме этого, конечно, санитарно-эпидемиологическая служба ведет отбор уже по своим каким-то программам воды водоемов. Все соответствует нормативам. В течение сезона мониторинг состояния водоемов будет проводиться несколько раз. Отметим, что не все дно протяжки Борового было очищено от мусора и даже не вся линия берега. Заходить в воду рекомендуется только на территориях, огороженных буями. В других местах отдыхающие рискуют получить травмы, так как дно водолазы не обследовали. Мы проверяем только место, скажем так, захода, где до глубины 1,3 метра. Дальше уже люди плывут, поэтому дальше мы не смотрим, но там все убраны, бутылки, бревна. На обоих пляжах оборудованы спасательные медицинские посты. Сотрудники дежурят ежедневно на Боровом с 10 утра до 8 вечера, на протяжке с 9 утра до 9 вечера. У медсестры есть набор лекарств для оказания первой медицинской помощи. Тем, кто хочет провести время в водоеме с пользой и без происшествий, спасатель Игорь Смоляков рекомендует следить за своим самочувствием и ни в коем случае не употреблять спиртное. Родителям по возможности не упускают детей из вида. Есть по определенному у нас место, огражденное в Уяме. Там промерена глубина метр тридцать, то есть это где безопасное место для купания. Напоминаем, что на Филипповских озерах, Балыковском пруду реки Сатис, имеется значительное микробное загрязнение воды. При этом болезнетворные бактерии не обнаружены. Купаться в этих водоемах не рекомендуется. Жители, которые будут плавать в местах, не разрешенных для купания, будут штрафовать. 22 июня Саров примет участие во всероссийской акции «Минута молчания». В 12 часов, в День памяти и скорби, в память о жертвах Великой Отечественной войны, жителям рекомендуется на одну минуту прекратить любую деятельность. Специальное обращение по этому поводу будет зачитано через городскую систему оповещения. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям. Согласно документу, при рождении третьего и последующих детей, семьи будут получать из бюджета 450 тысяч рублей на погашение обязательств. Новая льгота начнет действовать с 1 января 2019 года. Это сделано для того, чтобы компенсацию могли получить и те семьи, в которых ребенок родился в этом году. В Сарове подвели предварительные итоги ЕГЭ. Самым популярным экзаменом по выбору по-прежнему осталась физика. Ее сдали 214 выпускников. Средний балл – 60,79. Это лучший результат за все годы существования ЕГЭ. Четыре саровских выпускника безупречно справились с заданиями и показали максимально возможный результат – 100 баллов. Экзамен по химии написали 54 человека. Средний балл – 64,46. 100 баллов получили два выпускника. ЕГЭ по истории выбрали 40 ребят. В среднем по Сарову результат составил 61,8 балла. Юных саровчан приглашают провести досуг на свежем воздухе. Напомним, с начала лета в нашем городе реализуется областной проект «Дворовая практика». Под эгидой Центра внешкольной работы в Сарове открылись игровые площадки, куда может прийти любой ребенок в возрасте от 7 лет и старше, вне зависимости от того, ходит он в клуб по месту жительства или нет. Проект «Дворовая практика» работает по будням с 16 до 20 часов. Вместе с ребятами на площадках постоянно находятся сотрудники Центра внешкольной работы. Перед зданием управления Саровской полиции прошел гарнизонный развод нарядов на службу по охране общественного порядка и безопасности. На построении присутствовали руководители, участковые полномочины, сотрудники патрульно-постовой службы, инспекции по безопасности дорожного движения. Хорошо по активной работе полиции, которые у нас являются клонисты, так называемые, непрошедшие лечения от макия зависимости. А также сезонные кражи велосипедов, пропавшие личные вещи, поиск лиц, подозреваемых в совершении преступлений и традиционный инструктаж перед тем, как заступить на смену. Полицейским напомнили правила оформления документации и довели оперативную обстановку в городе за последние сутки. Ориентировки на похищенное имущество, лиц, которые находятся в розыске, а также ставятся задачи на выявление определенных преступлений, правонарушений и места, на которые необходимо обратить особое внимание при несении службы. После гарнизонного развода подразделения полиции отправились на дежурство. Другим новостям. В городе Семенове прошел 16-й международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». На конкурсе были представлены работы народных мастеров более чем из 30 регионов России. В честь нашего города на фестивале защищали преподаватели и воспитанники ремеслено-художного отделения детской школы искусств номер 2. Международный фестиваль народных художественных промыслов в Семенове преподаватели и воспитанники детской школы искусств номер 2 стараются посещать хотя бы раз в два года. Это возможность не только выставить свои работы, но и познакомиться с творчеством других мастеров. Собираются не только, скажем, керамисты, собираются все декоративно-прикладные искусства художники и ярмарочные. Там у них мероприятия проходят, представляют художников и промыслы. В составе делегации детской школы искусств номер 2 были преподаватели и воспитанники ремеслено-художественного отделения, куда входит в том числе отделение дизайна одежды и ткани. Жюри особенно оценило работу, выполненные ученицы этого отделения. Даниила Казакова является одной из лучших учениц нашего отделения дизайна одежды и ткани. Она выбрала тему по Александру Сергеевичу Пушкину, посвященную 220-летию, произведение «Сказка о попе» и его работники Балде. И работа выполнена в виде композиции. Композиции представлены куклы, выполнены вручную. Тут и ручная, и машинная сборка. Автору этой работы присудили второе место. А вот диплом первой степени достался представителям отделения резьбы по дереву. На суд жюри они привезли различные ларцы, набор шкатулок, прялочную доску и другие изделия. Были представлены работы двух детей, возраст 11-15 лет. Работы детей очень сильные. Поэтому их оценили по программе фестиваля, как лучшие мастера коллектива. Также в копилке наград Дышей номер 2 диплом первой степени за представленные изделия из керамики. Сейчас преподаватели готовятся к новым выставкам, конкурсам и фестивалям. Нужно обдумать все детали будущего произведения, подобрать материалы, сделать эскизы и, наконец, воплотить в жизнь. В детском оздоровительном лагере имени Аркадия Гайдара продолжается профильная смена для детей сотрудников предприятий Коскорпорации «Росатом». Ребята изучают робототехнику, киберфизику, инженерное прототипирование, 3D-проектирование. Помимо занятий проходят экскурсии, викторины, соревнования. Одним из ярких моментов смены стал турнир по игре «Что, где, когда», который провели сотрудники в НЕФ, участники клуба ЧГК в Сарове. На первом этапе турнира ребят познакомили со спортивным ЧГК. Детей разбили на несколько команд. Ведущий задавал вопросы, после чего давал с минуты на обсуждение. Свой вариант капитаны писали на специальных бланках, а затем по сумме правильных ответов начислялись баллы. Вопросы были самые разные. Мы вопросы не сами придумывали, но брали из ранее отыгранных турниров, немножко редактировали, местами там пришлось исправлять. Для того, чтобы правильно ответить, не обязательно было обладать обширными знаниями в разных сферах науки и искусства. Вопросы были направлены скорее на умение находить некую логику. Лучше всех со спортивным ЧГК справилась команда под руководством Ирины Сафатовой из Курчатова. Подобный формат проведения турнира ребят заинтересовал. Я считаю, что эти мероприятия нужны для сплочения коллектива и, может, для заведения новых друзей. Ну и как раз факты можно узнать из жизни других знаменитых людей. Затем участников турнира ждал брейн-ринг. В отличие от спортивного ЧГК, на этом этапе надо было опередить своего соперника, быстрее нажать заветную кнопку и выдать правильный ответ. Команда Ирины Сафатовой лишь немногим уступила соперникам, которыми руководила саровчанка Мария Головина. Мы с командой очень рады, что мы победили в этом турнире. Это было для нас очень неожиданным исходом событий. Самым сложным, по признанию Марии, было удержаться от нажатия на кнопку до того, как ведущий скажет время и прозвучит сирена. Я согласен, что для новичков это очень проблематичный момент. Даже опытные команды зачастую не выдерживают доли секунды и не чувствуют, когда нажать на кнопку. По оценкам организаторов, турнир получился. Хотя не на все вопросы команды нашли ответы, но в целом с заданиями справились. В календарях любого государства всегда можно найти события без особой смысловой нагрузки. Обычно они посвящены простому отдыху, общению и веселому времяпрепровождению. Одним из таких праздников стал День наблюдения за облаками. В России он неофициально отмечается 19 июня. В этот день предлагается расслабиться и отрешиться от жизненных забот. Просто поднять голову и понаблюдать за красиво плывущими по небу облаками. Есть хорошее правило, чтобы не упасть, нужно смотреть под ноги. Сегодня это правило придется нарушать и поднимать голову вверх. А все потому, что по веселому календарю 19 июня празднуется День наблюдения за облаками. Как часто и как долго саровчане смотрят в небо, пойдемте узнавать. Как часто голову вверх поднимаете? Часто. А что там видите вообще? Вот облака вижу. А может быть какие-то фигурки, что-то там? Бывает, да. И это бывает. Как воображение, когда как. Ну вот облака какие красивые. Поднимаю иногда голову. Все-таки вот красиво очень. Прелесть какая. А какие вообще бывают облака? Есть, например, перестые, кучевые. А самое большое облако знаешь какое? Нет. Лучевые облака. Ты знаешь, что они 300 километров достигают. Их можно увидеть только со спутника. Не знала. Теперь будешь знать. Все, пошли. Где лучше всего наблюдать за облаками? На фонтане и в парке. На море. По мере возможностей стараемся почаще, но смотреть на небо. А что вообще можно увидеть наверху? Ой, какие облака в какой форме? Что они изображают? И зверей, и людей. И птиц. Слушаем, смотрим. Выяснилось, что большинство саровчаны любят и хотят смотреть на облака. От этого у них повышается настроение, и они получают удовольствие. Друзья, смотрите в небо и вдохновляйтесь. Про облака узнавали Ирина Вашегородцева и Владимир Лисик. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.